Доброе утро, дорогие друзья. Итак, продолжаем недельную главу Шавкин. За месяц Доро Шашана человек, любой человек, получает повестку в суд. Вот тот верхний суд. И получается, что у него есть только один месяц, чтобы побольше набрать адвокатов, добрых дел, сделать что-то хорошее, кому-то помочь. И чтобы ситуация, в которой он выйдет ровно через месяц, была положительной. Элуль, вот этот наш месяц, это время большого милосердия. Когда нам оказывается особая помощь, свыше принимать хорошее решение. Если мы хотим принять хорошее решение, свыше нам дается на это сила. Есть 40 дней от Рошходыша, месяца Элул, вот нашего с вами Рошходыша, до Юмкипура. В 40 днях 960 часов. Это число соответствует числу логов воды, необходимых для того, чтобы миква, в который ритуальный бассейн, который окунается, чтобы очиститься, чтобы она очищала. 960, вот нам показывается, вот ваши 960 часов. Вот у вас есть уникальная возможность, даже если вы весь год, не дай бог, что-то не так делали, вы можете очиститься. Надо использовать их полную силу. Бен Ишхай был такой еврейский мудрец, говорил, что в мире все, как духовное, так и материальное, состоит из четырех элементов. Земля, вода, воздух и огонь. Это у нас на земле. В духовности, в святости все свойства объединены в единое, и каждая заключает в себе все остальное. Поэтому их всех 4, если 4 на 4 помножить, получается 16. Все знают такое понимание, чтобы нейтрализовать преграду, необходимо витуль в пропорции 1 к 60. То есть, например, если в блюдо попадает некошерное что-то случайное, оно меньше 1 к 60, то все нормально. Этот принцип широко известен. Умножаем. 60 на 16, получаем опять же 960. Это часы, посланные нам, эти 960 часов. Вот сейчас, от начала месяца. До расширшена. Чтобы спастись и очиститься, надо использовать их в полную силу. И как бы человек ни жил весь остальной год, вот эти 960 часов он должен прожить, ну, скажем, как человек. В этом мире дается человеку право распоряжаться своими деньгами, имуществом, но не телом. Дело в том, что тело дано человеку в качестве залога, который через 120 лет необходимо вернуть хозяину. Поэтому человек должен, соответственно, особенно в эти дни следить за тем, чтобы оно не болело, хорошо выглядело, было чистым, приятным. Рассказывает однажды, что знаменитый Гилель куда-то идет, его спросили ученики, куда я иду исполнять митцу, ответил он. Куда, спросили, в баню. Разве это митцу, спросили, подумайте, сказал он. В мире назначают специального человека, чтобы, единственной обязанностью которого является мыть статуи императора. И за это ему еще платят. А человек создан по образу и подобию Всевышнего, который дал ему и тело, что оно менее важное для нас. Поэтому еще об одном. Мы уже говорили, что судьи и стражников поставь, сказано в начале главы. Но не судить других людей. Если вы, конечно, сам не судья. Вот если вы судья, это ваша работа, другое дело. Глава вот Шафтим, которую мы изучаем, начинается с библейского указа, что там в каждом городе должны быть поставлены судьи, стражники, которые будут обеспечивать справедливость, законность и так далее. Интересно, что эту главу всегда читают вот в первую неделю месяца Ай-Лул. Месяца, в которой мы готовимся к грядущим дням Рошашана и Йом-Кипура. Тем не менее, есть огромная разница между земным судом и небесным. В земном суде, если человек совершил, признан виновным, то у судей нет особо возможности проявлять милосердие. Кто-то украл, потом говорит, я извиняюсь, я больше не буду. Нет, закон есть закон. Он обвиненный, может, ручами лить слезы, но земной судья не может быть уверен, насколько искренне Росканье. А в конце концов, небесный судья, да, небесный, он совсем другой. Он, может быть, видит, что это нехороший актер, он видит в сердце человека. Он знает, правда ли ты сожалеешь о своих действиях или просто разыгрываешь спектакль. Поэтому он наверху способен прощать. Вот почему в небесном суде Росканье имеет громадное значение. Еще одно. Мораль из Праги сказала одну вещь. Только Бог может судить человека целиком. В каждом из нас, в определенной мере, есть хорошее и плохое. У всех. И даже те из нас, кто совершили много грехов, возможно, сделали много хороших поступков, которые, дай Бог, перевесят все остальное. Возможно, даже один добрый поступок был настолько важен для неба, что он послужит решающим противовесом. Смысл в том, что только Бог знает. Только Он может судить человека в контексте всей его жизни, всех поступков. И хороших, и плохих. А что мы должны? Мы должны подражать этому. Мы должны подражать небесному суду. Нам нужно стараться смотреть на человека целиком. Вы думаете о нем, что вот это он плохо сделал, вот это вот. Но разве он полностью плохой? Разве у него нет хорошего качества? Очевидно, что кто-то хорошее есть. Посмотрите на людей целиком. Посмотрите человека вот как бы объемным взглядом. Очень хочется, чтобы мы с вами не потратили эти 960 часов. Очень хочется, чтобы все мы получили хороший приговор в Рошашанае, в Йом-Кипур. Независимо от того, какой национальности человек верит, он не верит, у него все равно будет в этот день суд. Хорошего нам приговора, потому что мы с вами, даже уча этот урок, заполняем вот эти вот 960 часов хорошим, правильным делом. Браха вецлаха.